Всем привет, с вами Егор Ярушин из достаточно солнечной и достаточно теплой Чехии. Я надеюсь, что вы встречаете весну в хорошем настроении и расположении духа, потому что сегодня мы поговорим про очень веселых, я бы даже сказал, смешных ребят. Да, как вы правильно прочитали в названии этого ролика, сегодня речь пойдет про группу Neverlove и их абсолютно какую-то непонятную, феноменальную для меня популярность. Феноменальную для меня? Я что-то, короче, неправильно сказал, извините. Да, если вы не знали, группа Neverlove очень быстро за последнее время стала, пожалуй, одной из самых популярных новых отечественных рок-групп. Чуть позже в ролике я покажу вам это на конкретных цифрах, пока что вам придется поверить мне на слово. Учитывая, мягко говоря, специфическую направленность группы Neverlove, 5, может быть, 10 лет назад, я бы записал крайне критический ролик, поговорил бы про, так сказать, случаи крайней похожести песен группы Neverlove на песню других исполнителей. Кто не знает из друзей, что я хатер на ла-лейк, в интернете их смотрю? Забирай меня скорей, увози за стол варик и целуй меня везде. Однако много воды утекло, да и есть на ютубе люди, которые теперь занимаются такими вещами. Я же хочу поговорить о именно феномене их популярности, собственно, причинах этой популярности. Я надеюсь, что вам это интересно. Если вам интересны вообще такие ролики с разборами, ну и вообще темы, например, разбирания популярности того или иного исполнителя, то давайте поставим 3000 лайков под этот ролик. Я буду знать, что вот такие разборы вам интересны, что мне стоит снимать их побольше. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что мы идем, да, возможно, это незаметно, но мы идем к 100 тысячам подписчиков, и я уверен, что к концу этого года у нас обязательно эта цифра получится. Разумеется, перед тем, как поговорить о теме сегодняшнего ролика, я что-то буду вам рекомендовать. И сегодня это ребята, которые буквально недавно были на моем канале, а именно группа Америя и их новый сингл и клип под названием «Цвет твоих волос». Да, именно так ребята с Сахалина из группы Америя выпускают второй сингл с нового альбома. Как и обещали парни, новый материал дрейфует от Metalcore и EDM, то есть электронной музыки, ближе к поп-панку, хард-року и ретро-поп направлению. В новом сингле нет экстрим-вокала, как в альбоме 2023 года, однако же стало больше электроники и атмосферных эффектов. Я крайне рекомендую вам посмотреть клип, поставить ребятам лайк, если вам понравится, написать, что вы от Ярушина. И главным образом, прошу вас, не забывайте, что когда вы переходите по таким ссылкам, вы поддерживаете частые выход роликов на этом канале, и я вам за это чрезвычайно благодарен. Итак, наверняка я узнал о группе Neverlove чуть позже, чем вы, люди, находящиеся в странах СНГ, так как, ну, если вы не знали, мне 33 года практически, поэтому в тиктоках и прочих вещах я на свою беду не сижу, возможно, я был бы популярнее, если бы я там сидел, мне все про это говорят. Однако, так или иначе, собственно, материал ребят не смог обойти меня стороной, и я его услышал и увидел. В моем случае это был клип под названием «Лиси-Киси». И уже тогда было понятно, какое направление ребята выбрали с точки зрения провокационного контента, вызывающего эмоцию, какой бы она ни была. Я буду ее кончиком, буду делать кончиком. Вы скажете, Егор, ну кринж же. Однако, в этом плане я должен сказать вам, что отношение нового поколения к кринжу совершенно иное, чем, например, у меня. Я объясню, что я имею в виду. Когда я вижу там, условно говоря, какое-нибудь видео с канала «Плюшки». У меня в гостях сегодня Астана Собуров. Астана, привет. Или какое-нибудь видео с тем, как алкаш там смешно ведет себя в каком-нибудь магазине или вообще просто, так сказать, в природе. Я такие видео досмотреть не могу, я их выключаю, потому что мне неприятно. Вот тот самый испанский стыд, который ты испытываешь, когда косячит другой человек, он для меня крайне неприятен, у меня это вызывает исключительно негативные впечатления. Что нельзя сказать про молодое поколение, которое смотрит всякие трэш-стримы на Ютубе, смотрит всяких там в ТикТоках и на других платформах всяких там людей, которые истязают себя как-то, творят абсолютную дичь там на публике. И людям это интересно, и они это смотрят. Для меня это непонятно, но это просто то, как, судя по всему, эволюционировал человеческий мозг благодаря социальным сетям и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, ребята из группы Never Love не делают кринжовые вещи и не поют кринжовых песен просто так. Это вполне себе целенаправленное движение. К тому же, если вы обратите внимание, в последнее время их самые крупные композиции, такие как «Добро пожаловать в эскорт», и «Альтушка». Это песни и клипы к ним на актуальные темы, на темы актуальных мемов, которые, собственно, трогают так или иначе нынешнее поколение. Естественно, присутствие Ярослава во всех вот этих вот соцсетях и в тиктоках, и в ютуб-шортсах, во всех этих вертикальных форматах, к которым я никак не могу себя приучить. И все эти приколы о том, что он брат шамана или сын Кипелова. Йоу, че такое, пацаны? Ты сын Кипелова? Ну да, че такое, у тебя автограф сдать? Какой нахуй автограф? Конечно, ни у кого они не могут вызывать ничего, кроме кринжа, ну, кроме тех людей, которые реально верят, потому что, ну, вот я, например, общался с человеком, который на полном серьезе говорил мне о том, что, собственно, он видел где-то в каких-то шорцах брата шамана, который пел там какую-то песню. Я говорю, ну, ты с ума, что ли, сошел? Какой брат шамана? О чем речь? Если бы я не был бы братом шамана, как ты думаешь, я смог бы спеть так? Я русский! Конечно, постоянное присутствие и постоянный выпуск какого-либо контента на вот этих площадках только способствуют. Да и вообще, ребята занимаются какими-то постоянными инфоповодами. Мало того, что у них выходит там по два альбома в год, что, в принципе, вообще сумасшествие. Еще к тому же, они постоянно что-то снимают, постоянно что-то выкладывают, у них чуть ли не каждые 2-3 недели выходит новый клип. В общем, выработка совершенно сумасшедшая. Из последнего, вот они сделали мерч вот с таким вот дизайном и вот с такими вот надписями. Казалось бы, ну что в этом такого? Но просто сарафанка работает так, что ты видишь вот этот мерч, кому-то это пересылаешь, человек, который мог про это не узнать, он про это узнает. Абсолютно так же, как, например, про ту же песню про эскорт. Ну, то есть, ты отправляешь это человеку и можешь ему даже сказать, господи, посмотри, какая кринжатина, посмотри, какая стыдоба. Но, тем не менее, ты поделился этим контентом. Да черт там, греха-то. И даже я отправлял это кому-то и говорил, господи, ничего себе. И это работает исключительно на популяризацию ребят. На фоне еще к тому же того, насколько позапрещали. Огромное количество артистов перестало приезжать из-за рубежа. Теперь, как бы, ну, ребят, очень сильно очистилась поляна. И то, что ребята находятся в постоянном чосе и играют сразу несколько туров в год, тоже очень важный и играющий одну из главных ролей фактор. Я оторву вас от темы обсуждения буквально на одну секунду, чтобы вновь поговорить про Тинькофф. Но сегодня это будет карта Тинькофф Платину. Мне вот, например, с детства говорили о том, что кредитными картами пользоваться нельзя. И я как-то это так запомнил, что это, да, буквально этого года во мне продержалось. Но я понял, что это не совсем так. Потому что, смотрите, мне одобрили карту Тинькофф Платинум. Я беру 100 тысяч рублей, которые можно просто снять и перекинуть на свою обычную карту Тинькофф Black. Кладу их ко всем своим остальным деньгам на сберегательный счет, чтобы они генерили мне денежку каждый день. Свои ежедневные траты я делаю на карту Платинум. Ну, а когда подходит беспроцентный период, который у Тинькоффа, кстати, 55 дней, я просто беру и погашаю полностью задолженность из тех денег, которые лежат у меня на сберегательном счету. Помимо этого, на картах, собственно, Тинькофф Платинум повышенный кэшбэк до 30% рублями. Не какими-то там бонусами, как у конкурентов, а настоящими рублями. Поэтому, как мне кажется, кредиток бояться совершенно не стоит, особенно, когда они могут помогать вам зарабатывать деньги. Ссылку на Тинькофф Платинум, Тинькофф Black и другие продукты Тинькофф вы можете найти в закрепленном комментарии. Ну, а теперь продолжим тему ролика. Вообще, если кому-то приравнивать группу Never Love, примеры, которые приходят мне в голову, это такие группы, как там Сектор Газа, Красная Плесень, потому что, ну, как ни крути, матершинные песенки всегда интересовали молодежь. От детства до отрочества и так далее. Опять же, вспомните ту же самую группу Ленинград. Ну, вот и сравните, как бы, Сектор Газа, Ленинград и Never Love. В принципе, это, как бы, достаточно тождественные вещи. Однако, почему-то, с тем же самым творчеством Ленинграда, особенно ранним, люди смирились, видимо, потому что есть какая-то уже ностальгическая такая тема в этом, да. А с Never Love они смириться не хотят, несмотря на то, что, как мне кажется, это просто, как бы, две стороны одной и той же монеты, просто с разницей в каких-нибудь 10, 15, 20, 30 лет. С другой стороны, ребята периодически выпускают что-то, что так или иначе не связано, вот с этим вот провокативным и вот этим, так сказать, помпезным контентом. Например, я обозревал на этом канале их металлкорный сингл под названием Blade, по-моему, эта песня называлась, он еще с Венки Токенс была совместка, да? Или же песню Slayer я делал реакцию на этом канале. Конечно, невозможно сравнить цифры вот на таких вот работах и на тех работах, которые, собственно, эпатируют своим названием или каким-нибудь припевом из ТикТока. Как бессонница в час ночной меняют нелюдимое, облик твой. Когда же ребята выпускают полностью серьезные вещи, там уже цифры конкурировать никак не могут. И если посмотреть на топ-песен на Яндекс.Музыке у группы Never Love, то, конечно, там главным образом песни как раз с этими провокационными припевами и лишь названиями. Я не знаю, как пацаны сами относятся к этой теме. Не обижает ли их то, что когда они пытаются в настоящее, если его можно так назвать, творчество, то это встречается с волной непонимания или же отсутствием интереса. Я с огромным удовольствием поговорил бы с ними непосредственно про это, если у меня был шанс, особенно учитывая то, как часто я теперь бываю в Москве, я там буквально живу. Поэтому это можно использовать как официальное приглашение на интервью, на мой канал, если это вообще, конечно, будет интересно. Тем не менее, я считаю, что победителей не судят. То, что мы видим, это на Яндекс.Музыке, естественно, большее количество слушателей, чем у каких-нибудь там Stigmat, Аматори там, Валдвейс, ни с кем просто не сравни. Это один из самых популярных рок-проектов. Что касается цифр, мне кажется, с этим спорить никто не будет. На Спотифай у них такие же цифры, как у Шамана. Это вообще сумасшедшее абсолютно дело. Площадки, которые они выбирают для своих московских и питерских сольников, становятся постоянно все больше. Вот сейчас они будут играть в Бейсе. Это прошлый главклуб. Мне кажется, что буквально следующим шагом может, например, стать их концерт в Адреналин. Господи, он теперь ВК-стадиум, короче, называется. Единственное, я не совсем понимаю, как именно будет эволюционировать эта группа. Постоянно ли они будут выпускать вот такие вот темы. Потому что если вспомнить, опять же, вот таких постоянные патирующих людей, даже там Борис Моисеев какой-нибудь. Иди отсюда! После определенного момента фишка себя как бы полностью исчерпала. С другой стороны, мне кажется, что про сиськи и про письки детям будет интересно всегда. Или же ребята сделают финтушами полностью переворот на 180 градусов и заинтересуют, собственно, слушателя чем-нибудь другим. Ну а пока мы будем следить за развитием событий. А что вы думаете про группу Новорлав? Обязательно пишите в комментариях. С вами же был Егор Ирушин. Я желаю вам прекрасного времяпрепровождения. Посоветуйте мне чего-нибудь в моем телеграм-канале, про что еще снять ролик в ближайшее время, про что вам интересно было бы посмотреть. А я же вам желаю всего-всего-всего. Пока!